Коммуникативные барьеры, помехи, шумы Общеизвестно, что человек становится полноценной личностью, полноценным членом социума только через коммуникацию. Мы воспитываемся, обучаемся, образовываемся, социализируемся и инкультурируемся посредством коммуникативных практик. Первое, чему родители учат своих детей — это коммуникация. Взрослея, становясь старше, мы коммуницируем постоянно. Мы все коммуникаторы. Зачастую коммуникация наша становится автоматической, не очень осознанной. Мы учимся общаться с разными людьми в разных ситуациях. И казалось бы, что здесь может быть сложного. Однако, если вы захотите немножко порефлексировать на эту тему и немножко повспоминаете, то наверняка вам придут на ум ситуации, когда вы чувствовали очень глубокое неудовлетворение от общения в каких-то ситуациях с какими-то людьми. Наверняка вам доводилось испытывать ощущение непонимания. Непонимание как других людей, так и того факта, что другие люди могут неправильно интерпретировать ваши слова, ваши действия. И вот это ощущение непонимания, оно достаточно дискомфортно переживается. Здесь мы можем вспомнить слова великого поэта Тютчева «Как сердцу выразить себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь». В этих четырех строках мы слышим боль, которая происходит между людьми, когда не удается достичь этого самого взаимопонимания, когда коммуникация оказывается неэффективна или неуспешна. В этой связи анализировать свое коммуникативное поведение, понимать, в какой момент что-то пошло не так, очень важно для того, чтобы как раз таки оптимизировать свои коммуникативные практики, свое общение с другими людьми. Есть огромное количество примеров коммуникативных барьеров, от печальных и даже трагических до вполне себе веселых, забавных, комических. Мы сегодня постараемся забраться в этой теме с использованием материала фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». С моей точки зрения, это прекрасный иллюстративный материал для того, чтобы на примерах показать, как срабатывают коммуникационные барьеры, коммуникативные помехи и шумы, какие факторы влияют на наши коммуникативные взаимодействия. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Сначала давайте разберемся с основными элементами коммуникативного взаимодействия. Поговорим о таких важных фигурах, как источник и получатель сообщения, адресант и адресат. Итак, у нас есть коммуникатор, который хочет отправить свое сообщение, который хочет вступить в коммуникацию, хочет общаться. И у него есть свои цели в этом коммуникативном взаимодействии, свои намерения. Он предполагает, какого результата он хотел бы добиться. У нас есть получатель сообщения, который тоже имеет свои характеристики, находится в своем особенном психологическом состоянии. Он в большей или меньшей степени готов слушать и готов также откликнуться на коммуникативные намерения источника, также участвовать в коммуникативном процессе. Это очень важные фигуры, источник и получатель. И на протяжении нашего сегодняшнего разговора мы, конечно, неоднократно будем к ним обращаться. Источник и получатель взаимодействуют с помощью сообщений. И сообщение — это информация в закодированном виде. Дело в том, что все, конечно, было бы гораздо проще, если бы мы умели читать мысли друг друга. Ну тогда нам вообще, возможно, не пришлось бы никогда столкнуться с такой проблемой, как коммуникативные барьеры. Однако обмениваться мыслями мы не можем, мы обмениваемся сообщениями. И на самом деле у коммуникатора есть достаточно широкий выбор формы, в которой сообщение может быть отправлено. В конце концов, это могут быть слова, это могут быть картинки, это может быть танец, это может быть фотография, да даже это может быть вкусный тортик, который вы, например, испекли на день рождения вашему другу, декорировали его особенным образом, вложили туда некоторый смысл и поздравили вашего друга. Вкусный тортик тоже является сообщением, информацией в закодированном виде. Однако помимо источника получателя и сообщения, мы должны учитывать, что есть кое-что еще. Коммуникация всегда происходит в условиях некоторой внешней среды. В теории коммуникации для обозначения внешней среды мы пользуемся термином «канала», потому что именно канал позволяет нам передавать сообщения. Однако кроме канала, который задействуется для передачи сообщения, мы должны учитывать еще одну важную вещь, это контекст, коммуникативный контекст. То есть те условия, в которых развивается конкретная коммуникативная ситуация. И если мы с вами посмотрим на слайд, то мы увидим общение, коммуникативную ситуацию трех персонажей. Героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Это инженер Тимофеев, это вор и мошенник Жорж Милославский и это управдом Иван Васильевич Бунша. Герои постоянно общаются, взаимодействуют, обмениваются сообщениями. Каждый из них берет на себя то функцию источника, то функцию получателя сообщения. Они находятся в некотором общем ситуационном контексте. Но как раз о контексте давайте скажем чуть-чуть подробнее. Итак, контекст коммуникативной ситуации. В целом, контекст бывает двух видов. Это внутренний контекст, который включает в себя прошлый опыт коммуниканта. Его психологические особенности, его коммуникативные практики, его коммуникативные стратегии, как он привык выстраивать взаимодействие с другими людьми, его цели и намерения, его картину мира, то, как он интерпретирует происходящее. Если мы посмотрим на героев фильма, то мы как раз увидим очень разные типажи, очень разные психологические портреты. И именно поэтому за этими героями очень интересно наблюдать за тем, как они сталкиваются и какие коммуникационные сбои происходят в момент, когда они общаются друг с другом. Ну и, наконец, контекст бывает внешний. Внешний контекст включает в себя место, где разворачиваются события, где происходит коммуникативная ситуация, то есть локальный контекст. Внешний контекст включает в себя время, то есть хронологический контекст. И как раз фильм Гайдая в данном случае демонстрирует нам прекрасный образчик смешения контекстов, когда герои из советской Москвы 1972 года попадают в далекое прошлое, в глубокое прошлое, в Москву XVI века, в палату Ивана Грозного. А сам царь, великий государь Иван Грозный, Иван Васильевич попадает в Москву 1972 года. Фильм вышел в 1973 году, но Москва там показана 1972 года. И уже вот такое путешествие во времени резко обостряет, показывает, насколько динамичен и изменчив контекст. И как тяжело, оказавшись в другом времени, подстроить свое коммуникативное поведение под те нормы, которые требуются в конкретном этом историческом периоде. Ну и наконец, внешний контекст включает в себя сферу и условия общения, то есть вот эту самую общую ситуацию. Она может объединять героев. В конце концов, когда мы находимся в рамках единой общей ситуации, нам, в принципе, легче понять цели и намерения друг друга. Здесь можно вспомнить еще один прекрасный фильм Люка Бессона «Пятый элемент», когда главная героиня буквально с небес падает в такси главного героя. Они принадлежат к разным культурам, даже нет никаких точек соприкосновения, но общая ситуация помогает им практически мгновенно найти общий язык и понять друг друга. А что касается фильма «Гайдая», то посмотрите, как по-разному реагируют герои на одно и то же событие, на один и тот же контекст, в котором они оказываются. Так, например, инженер Тимофеев, создавший машину, позволяющую пронзать пространство и время, в ходе эксперимента убирает стену между своей квартирой и квартирой своего соседа. И таким образом происходит встреча героев этого самого Жоржа Милославского, инженера Тимофеева и управдового Бунши. И каждый из них абсолютно по-разному интерпретирует эту ситуацию, я имею в виду исчезнувшую стенку. То есть инженер-изобретатель, ученый, он видит в этом успех своего эксперимента и блестящие будущие перспективы, и те открытия дальнейшие, которые можно будет осуществить с помощью машины. А хитрый вор Милославский мгновенно интерпретирует, как бы можно было эту ситуацию вернуть в свою пользу, и начинает выяснять, а нельзя ли и у какого-нибудь магазина таким образом стеночку-то испарить. У нас есть очень обаятельный управдом Иван Васильевич Бунша, который глубоко озабочен тем, чтобы его дом сохранил статус дома высокой культуры быта, и исчезнувшая между квартирами стенка совершенно не вписывается в образ этого дома, поэтому он очень переживает. То есть, казалось бы, единый контекст, но поскольку внутренний прошлый опыт коммуникантов существенно различается, то и реагируют они очень по-разному, одну и ту же ситуацию они интерпретируют с совершенно разных точек зрения. Это в целом характерно для нас, как коммуникаторов. У каждого из нас есть свой собственный внутренний коммуникативный опыт, который определяет наше толкование ситуации, интерпретацию и определяет наше коммуникативное поведение. Таким образом мы рассмотрели ключевые элементы коммуникативного взаимодействия, однако мы кое-чего не учли, а именно тех информационных потерь, которые происходят, пока информация движется от источника к получателю. Существует статистика, согласно которой только треть задуманной информации понимается собеседником. Около 10% информации теряется в процессе вербализации, когда коммуникатор переводит мысль в словесную форму или в любую другую форму уже на этом этапе, поскольку мы не можем гарантировать, что наша мысль ровно в неизменном виде будет существовать в новом закодированном виде. Поэтому уже на этом этапе определенные информационные потери происходят. Основные потери приходятся в момент высказывания. Около 40-45% информации теряется из-за недостатка коммуникативных навыков собеседников. «Кто-то плохо говорит, а кто-то плохо слушает». Я сейчас скажу это в самом общем виде, чуть позже мы более подробно рассмотрим, почему такие высокие потери происходят в момент высказывания информации. Довольно высок процент информационных потерь в процессе выслушивания и понимания, дошедшей до получателя информации. Эти потери, как правило, происходят в результате различий в уровне интеллекта, компетентности, из-за разницы в объеме фоновых знаний. Давайте рассмотрим, как категория информационных потерь была осмыслена теорией коммуникации как научной дисциплины. Здесь нам с вами поможет одна из классических моделей коммуникации, которая была разработана двумя учеными — Клодом Шенноном и Уорреном Уивером. Мы не будем полностью детально погружаться в содержание этой модели. Я коротко расскажу, что первым важнейшим достижением этой модели является представление процесса коммуникации как последовательного движения информации от источника к получателю, то есть источник выбирает сообщение, кодирует его, через передатчик направляет сообщение в канал, сообщение по каналу достигает приемника, а из приемника — сознание получателя. Второе важнейшее достижение этой модели — иллюстрация того факта, что сообщение остается неизменным, оно претерпевает трансформации. В рамках такого представления модели эта трансформация зафиксирована. То есть если источник отправляет сообщение M1, то до получателя доходит сообщение M4 — это сообщение, которое претерпело несколько трансформаций. В чем же причина трансформации сообщений? Клод Шеннон и Уоррен Вивер вводят в категорию коммуникативного шума. Коммуникативный шум — это любое искажение информации, наступившее помимо воли коммуникатора. Мы не берем во внимание ситуации, когда источник намеренно вводит получателя в заблуждение. Это не является примером коммуникативного шума. Коммуникативный шум охватывает тот спектр ситуаций, когда изменения в сообщении происходят помимо воли источника. Он даже может и не подозревать о том, что эти шумы вмешиваются в коммуникативный процесс. Давайте поговорим о том, какие это могут быть шумы. Во-первых, Клод Шеннон и Уоррен Вивер предлагают делить шумы на семантические и механические. Семантические шумы — это шумы источника и получателя, механический шум — это шум канала. Что касается шума канала, то здесь все относительно просто. Это шум, который порождает внешняя среда. Это те искажения, обрывы связи, какие-то внешние обстоятельства, вмешивающиеся в коммуникативный процесс. Например, отключается электричество и выключается телевизор, и вы больше не можете продолжать смотреть вашу любимую телепередачу. Или у вас разрядилась батарейка вашего смартфона, и вы больше не можете его использовать. Это типичная ситуация, когда в коммуникативное взаимодействие ворвался механический шум. Источник и получатель продуцируют семантические шумы, то есть шумы, связанные с процессом кодирования или декодирования. Ошибки, которые допускает источник в процессе кодирования, могут искажать качество информации и влиять на конечный результат. А ошибки, которые допускает получатель, когда он декодирует и интерпретирует полученную информацию, тоже снижают качество коммуникативного процесса. Вначале коротко охарактеризуем механические шумы. В литературе семантическим эквивалентом шумов механических выступают барьеры, обусловленные факторами среды. Коммуникативные барьеры, которые включают в себя акустические помехи, происшествия, которые переключают на себя внимание коммуникантов. Вдруг случилось что-то, и коммуникатор даже забыл, о чем он говорил. Это прямое следствие воздействия механического шума. Вдруг что-то неожиданно врывается в коммуникативный процесс и заставляет вас забыть о ваших коммуникативных намерениях. Температурные условия, когда очень жарко или очень холодно, и коммуникацию хочется свернуть как можно быстрее и выбраться в более благоприятные температурные условия. Погодные условия, вдруг разразившийся дождь, ливень, который может помешать процессу общения, потому что нужно бежать прятаться от дождя, а не продолжать увлекательную беседу. Проблемы технических устройств. Если мы опять обратимся к кадру из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», то увидим бердыш, который был выпущен в героев фильма, но попал в эту самую машину и немедленно вызвал короткое замыкание, перегорели элементы машины. В результате герои из Москвы в 1972 году остались в XVI веке, а Иван Васильевич Грозный оказался в совершенно непривычном для него времени. Технические помехи, сбой технического устройства, прервал связь, нарушил канал и сформировал совершенно новые условия для коммуникации. Но важным отличием шумов механических от шумов семантических является относительная легкость обнаружения механического шума. Когда вы разговариваете по телефону и вдруг теряется связь, высок шанс, что вы достаточно быстро обнаружите эту проблему и знаете, что с ней сделать. Нужно перезвонить. То есть вы вовремя обнаруживаете действие механического шума, выявляете источник проблемы и можете нивелировать действие шума на коммуникативную ситуацию, на ваше коммуникативное взаимодействие. Что касается семантических шумов, они гораздо менее ожидаемы, гораздо менее предсказуемы, их сложно выявить и сложно понять. Именно поэтому коммуникативные барьеры и семантические шумы являются гораздо более опасными для коммуникативного процесса и чреваты серьезными проблемами. Какие могут быть коммуникативные барьеры и коммуникативные помехи? Во-первых, есть ли разница между понятием коммуникативные барьеры и коммуникативные помехи. Некоторые исследователи используют понятие коммуникативные барьеры и коммуникативные помехи как синонимы, а другие придерживаются следующей позиции. Коммуникативные барьеры с точки зрения такого подхода — это те искажения, те сбои, которые полностью прекращают коммуникативное взаимодействие. А коммуникативные помехи — это более легкая форма коммуникативного сбоя, которая позволяет продолжать коммуникацию, несмотря на то, что ее качественные количественные параметры изменяются. Для нашего с вами сегодняшнего разговора нет принципиальной разницы в том, будем ли мы говорить о коммуникативных барьерах или коммуникативных помехах. В том и другом случае они наступают помимо воли источника и оказывают деструктивное влияние на коммуникативный процесс. Поэтому нам не обязательно их четко разделять, будем использовать их как синонимы. К числу коммуникативных барьеров относятся физиологические, психологические, языковые, социокультурные барьеры. Давайте немного подробнее поговорим об этих группах. Первая разновидность барьеров — это физиологические барьеры. Они могут оказывать очень существенное воздействие на коммуникативный процесс. Если речь идет о дефектах слуха, зрения, речи, нарушениях двигательного аппарата, то в самых тяжелых ситуациях подобного рода физиологические барьеры могут в принципе препятствовать коммуникации, могут не позволить коммуникатору общаться с другими людьми. Тем не менее в норме мы гораздо чаще встречаем физиологические барьеры. Помимо каких-то дефектов речь идет и об индивидуальных особенностях личности. Эти индивидуальные особенности нервной системы могут проявляться в разной скорости реакции, в различиях восприятия, в характеристиках, влияющих на память, на особенности мышления. Сюда же можно отнести особенности внимания. Надо иметь в виду, что люди достаточно серьезно могут различаться по этим параметрам. И, например, по-разному воспринимать эмоции, по-разному ощущать скорость течения времени. Недаром психологи говорят о том, что родителям нужно проявлять терпение в отношении детей. Когда маме кажется, что вот ребенок копается, делает что-то очень медленно, она не учитывает, что для ребенка время в этот момент течет совсем по-другому. Ребенок, когда он занят, у него один темп течения времени, когда он скучает, у него другой темп течения времени. И этот темп может абсолютно не совпадать с тем, как течение времени представляет себе взрослый человек. Там, где взрослый понимает, что вот прошло только лишь десять минут, для ребенка прошла целая вечность, ему кажется, что все, терпеть больше невозможно, это какой-то невыносимо долгий промежуток, невыносимо долгий интервал. И это не значит, что ребенок чего-то не понимает или плохо воспитан или не разбирается во времени, это его субъективное ощущение, он так воспринимает мир. Разумеется, среди взрослых людей есть люди, которые реагируют быстро и четко, а есть люди, которым нужно время для того, чтобы воспринять информацию, осознать ее, переварить. Мы можем использовать такой глагол. Эти индивидуальные особенности могут стать причиной недопонимания, когда сталкиваются люди с достаточно серьезно отличающимися физиологическими параметрами. Что касается особенностей нашего внимания, восприятия и памяти, то их можно характеризовать таким словом, как селективность, то есть избирательность. Именно избирательность или селективность являются очень частой причиной возникновения семантических шумов получателя, причиной возникновения коммуникативных барьеров. Давайте рассмотрим немножко подробнее. Итак, что такое избирательное внимание, и здесь мы с вами можем поговорить о таком явлении, как перцептивная слепота. Избирательное внимание. Дело в том, что возможности нашего мозга по восприятию окружающего мира довольно-таки ограничены, так же как объемы запоминаемой информации. Не может человек воспринимать абсолютно все сигналы, которые поступают к нему из внешней среды, или в полном объеме контролировать все внутренние процессы, которые происходят у него. Дело в том, что мы вынуждены отбирать, фильтровать, проводить селекцию тех стимулов, которые к нам поступают. Иначе наш мозг просто не справился бы с тем объемом информации, который на него обрушивается. Но то, на что обратит внимание один человек, может абсолютно не привлечь другого человека. То, что запомнит один студент, совершенно может не уложиться в голове у другого студента. И если вы поговорите с любым работником из сферы образования, с любым педагогом, с любым человеком, который занимается обучением, то он вам расскажет, насколько по-разному воспринимают одну и ту же информацию слушатели, и насколько отличается материал, который педагог дает на лекции, от ответов, получаемых им же от студентов на экзамене. Поверьте, разница существенная, и разумеется, она обусловлена разными факторами, но в том числе и этим самым избирательным вниманием. Есть такой очень забавный эксперимент, который проводил психолог Саймонс, он называется «Невидимая горилла». Суть эксперимента заключается в том, что испытуемым предлагается наблюдать за командой, точнее двумя командами, перебрасывающими друг другу мячик. Одна команда носит белые футболки, другая команда носит черные футболки, и задача вовлеченного в эксперимент человека очень внимательно, предельно сконцентрировано следить за тем, как игроки бросают друг другу мяч и очень точно и четко подсчитать количество бросков мяча. Пока вовлеченные в эксперимент участники тщательно наблюдают за процессами перебрасывания мяча и фиксируют их количество, на поле выходит человек в костюме гориллы, он проходит между перебрасывающимися мячом игроками и уходит из зоны видимости. По данным Саймонса, очень многие люди, принимавшие участие в эксперименте, не смогли заметить эту гориллу в тот момент, когда она находилась на поле. Они были так поглощены, так сосредоточены на подсчете передач, что горилла, которая, казалось бы, очень должна выделяться на фоне других, тем не менее спокойно исчезала из поля зрения участников эксперимента. Таким образом, мы можем сказать о том, что наше внимание избирательно. Мы обращаем внимание на разные вещи, и это абсолютно естественно и нормально. Давайте рассмотрим избирательное восприятие. Восприятие информации — это индивидуальный фильтр, через который происходит любое коммуникативное взаимодействие. Избирательное восприятие включает в себя несколько стадий. Они представлены на слайде. Я бы хотела обратить ваше внимание на механизмы селективности восприятия. Существует механизм резонанса. Механизм резонанса предполагает, что стимулы, которые совпадают с интересами, ценностями, целями, потребностями человека, воспринимаются им гораздо охотнее и гораздо эффективнее. Например, если в рамках лекции привлечь внимание студентов какой-то фразой, в которой есть слово «экзамен», для выполнения экзамена вам потребуется, то концентрация внимания на этой фразе будет максимальной, поскольку фраза, связанная с экзаменом, очень хорошо коррелирует с потребностями и целями слушающих. Механизм защиты говорит нам о том, что стимулы, не соответствующие целям, потребностям, ценностям получателя, с большей степенью вероятности будут им проигнорированы. Дело в том, что мы в целом представляем собой достаточно устойчивые психические образования. Наша психика любит стабильность, мы верны своей картине мира, и мы очень не любим, когда поступающая информация извне не соответствует этой картине мира, слом картины мира — это очень болезненное переживание, а наш мозг старается оградить нас от болезненных переживаний. Поэтому работает механизм защиты. Те стимулы, которые нарушают вашу картину мира, ваши ценности, отвергаются, игнорируются, фильтруются, просто не доходят до фазы осмысления. Наконец, механизм настороженности предполагает, что стимулы, которые способны оказать максимально разрушительное воздействие на психику, выявляются раньше других, что тоже говорит о том, что наш мозг пытается себя защищать, в том числе в рамках разных коммуникативных взаимодействий. Итак, мы поговорили про избирательное восприятие, но нужно отметить, что кроме восприятия избирательностью отличается еще и наша память. Запоминаем мы тоже очень-очень селективно. Есть даже такое понятие, как ложные воспоминания. Исследовательница Элизабет Лофтус изучала проблему ложных воспоминаний. Тоже проводились эксперименты, в которых людей убеждали в том, что они переживали некоторые события в своем детстве. И люди настолько глубоко верили в то, что эти события действительно происходили с ними на самом деле, что начинали додумывать детали, вспоминать якобы о каких-то линиях развития этих эпизодов, хотя их не существовало в действительности. Об этом тоже нужно помнить. Наша память тоже, к сожалению, несовершенна и может содержать искажения. Таким образом, мы заканчиваем рассмотрение физиологических барьеров и переходим к следующему типу барьеров — барьеры психологические. Психологические барьеры также включают в себя множество параметров. Это и личные психологические особенности, темперамент, какие-то акцентированные черты характера — общительность, коммуникабельность или наоборот замкнутость, подозрительность. Склонность доминировать или наоборот склонность к компромиссам и сотрудничеству — это все, конечно, влияет на коммуникативное взаимодействие и может стать причиной возникновения коммуникативного барьера. Мы очень по-разному проявляем и переживаем эмоции, у всех разная самооценка, есть люди с выраженными конфликтными установками. Это также является предпосылкой для возникновения психологических барьеров. Важным является психологическое состояние, состояние психики в момент самой коммуникации, в тех условиях, в которых коммуникация развивается. То есть какое-то подавленное состояние или даже что-то, может быть, депрессивное, усталость слушателя не дают ему сосредоточиться и полноценно участвовать в коммуникации. Равно как и источник, если он не в лучшем психологическом состоянии, может неадекватно кодировать свои собственные сообщения, может не очень правильно передавать те эмоции, которые он переживает и которые он хотел бы донести до слушающего. Это также является коммуникативной проблемой. Еще одним моментом, о котором следует помнить, который следует учитывать, является такой психологический барьер как когнитивное искажение. Это особые ловушки мышления, в которые попадаем мы довольно часто. Это мышление по шаблону, мышление по привычке, автоматическое мышление. Давайте немножко подробнее посмотрим, какие бывают когнитивные искажения. На слайде перечислено несколько примеров когнитивных искажений. Например, существует ложное согласие или ложный консенсус. Ложное согласие заключается в переоценке типичности собственного суждения, собственного мнения, приписывания своей точки зрения другим людям. Мы достаточно эгоцентричны, что уж скрывать, и нам кажется, что другие люди должны думать так же, как мы, руководствоваться той же логикой, которой руководствуемся мы, потому что наша внутренняя логика кажется нам естественной, правильной, нормальной. Это опасные когнитивные искажения. Нужно всегда иметь в виду, что ваш собеседник может руководствоваться совершенно другими соображениями и по-другому интерпретировать ситуацию. Хочется прокомментировать еще один пример когнитивных искажений, такое как построение ложных корреляций. Особенность человека легко объединяет несколько характерных черт личности, и если он видит в своем собеседнике проявление одной из этих черт, то и другие приписываются автоматически. Иногда в психологии это еще называется эффект ореола. Например, если вы видите красивую девушку или красивого молодого человека, то вы начинаете невольно подозревать его в том, что помимо красоты он еще добрый, воспитанный, он, скорее всего, наделен особыми моральными качествами. То есть это тоже происходит в автоматическом режиме. Мы не всегда способны отследить стереотипичные оценки, не всегда способны прервать ложное коррелирование. В когнитивных искажениях нет ничего страшного. Это довольно заурядные искажения, которые не несут в себе чего-то критического. Но если вы хотите действительно совершенствовать ваши коммуникативные навыки, то самоконтроль и размышление над тем, а не являюсь ли я сейчас жертвой собственных когнитивных искажений, эта мысль должна вас посещать время от времени, когда вы выстраиваете свое коммуникативное взаимодействие. Если вдруг вы поймали себя за тем, что вы переоцениваете значимость своего мнения или приписываете человеку какие-то свойства, которыми он совершенно не должен обладать, то есть момент для того, чтобы остановиться и включить критическое мышление и скорректировать свое коммуникативное поведение. Мы с вами добрались до следующей категории коммуникативных барьеров — это барьеры языковые. Надо сказать, что в широком смысле языковые барьеры являются частью социокультурных барьеров, но их удобно выделять в отдельную группу и удобно оценивать, отслеживать их. Дело в том, что когда мы допускаем языковые ошибки, они в целом тоже довольно очевидны. Услышать языковую неправильность гораздо проще, чем распознать в человеке какую-то психологическую или эмоциональную проблему или увидеть, что человек сейчас переживает когнитивное искажение и размышляет в том ключе, которое подсказывает ему автоматическое мышление. Языковые ошибки в этом смысле звучат, мы их слышим, мы можем их выявить и мы можем как-то нивелировать их воздействие на коммуникативный процесс. К языковым барьерам относят фонетические, лексические, грамматические ошибки, нарушение логики высказывания или неверное восприятие речи на слух. Есть очаровательная вещь как мандегрин или ослышка. Ослышки часто происходят с детьми, у которых еще не очень велик лексический запас и которые могут неправильно расслышав слово воспринимать его не совсем корректно. Есть известные примеры «Пора, пора, порадуемся на своем веку красавице и кубку» и есть масса историй, когда дети не понимают, а кто такой и кубка. Они воспринимают его как какого-то персонажа песни, хотя на самом деле речь совершенно о другом. Такие ослышки тоже вызывают скорее улыбку, чем какую-то проблему. К языковым барьерам также относится неправильная интерпретация семантики языковых единиц, и это частая проблема переводчиков или людей, которые работают с разными языками, поскольку в разных языках понятия могут иметь разный смысловой объем. Мы можем сказать, что слово «демократия» может трактоваться в разных языках и в разных культурах совершенно по-разному, поэтому бывает очень сложно договориться о том, что мы подразумеваем под понятием «демократия». Еще одним видом языковых барьеров является неверный выбор тональности и регистра общения. В некоторых языках принципиально важно произносить слова с еще и правильной интонацией, правильное интонирование. Например, в китайском языке неправильное произнесение того или иного слога, того или иного слова влечет за собой потерю смысла. В русском языке мы активно используем интонирование, поэтому неверная интонация, неуместная интонация тоже может стать причиной коммуникативного барьера. Манера общения тоже может стать причиной коммуникативного барьера. Например, громкая, ясная, четкая, хорошо поставленная речь лектора, который вещает на аудиторию русскоязычных студентов, будет восприниматься вполне нормально, поскольку мы привыкли к такой манере преподавания. В то же время эта громкая, подчеркнутая членораздельная речь может вызывать дискомфорт у слушателей из Азии, потому что их культура не предполагает громкого такого говорения. Для них такая манера является непривычной, иногда даже пугает их. Наконец, мы с вами переходим к еще одной очень значимой категории — категории социокультурных барьеров, и эта категория также богата на составляющие. К социокультурным барьерам относят несовпадения или даже конфликт норм ценностей стереотипов. Расхождение в языковых картинах и в картинах мира, разное восприятие времени и пространства, несовпадение культурно-языковых норм, расхождение в фоновых знаниях, в этом самом объеме контекстной информации, о котором мы уже сегодня с вами упоминали. Неодинаковое восприятие юмора — то, что одному кажется смешным, другого может оскорбить. И здесь играют свою роль культурные различия, но индивидуальные различия тоже могут сыграть свою роль. Использование специфических форм и средств невербальной коммуникации. Здесь мы говорим о разных невербальных кодах, которые хорошо работают в одной культуре, а в другой культуре могут иметь иное значение и вызывать непонимание или даже провоцировать конфликтную ситуацию. Жест, который в одной культуре имеет абсолютно нейтральное значение, а в другой культуре может иметь оскорбительное значение. Это нужно учитывать при выстраивании коммуникативного взаимодействия. Различие менталитетов и национальных характеров — это тоже часть социокультурного барьера, это тоже та точка, в которой может возникнуть какое-то напряжение. Например, американцы, которые очень болезненно относятся к опозданиям, а русские люди в целом довольно терпимы и толерантны к опозданиям, мы позволяем опаздывать себе и мы достаточно спокойно относимся к опозданиям со стороны других. Хотя даже в рамках нашей культуры возможны разные варианты, есть очень дисциплинированные люди, пунктуальные, которые остро переживают, когда другие это правило нарушают. Но в целом культурологи говорят о том, что есть такое американское представление о времени или немецкое представление о времени, немецкая точность, немецкая пунктуальность, есть другие культуры, например, многие латиноамериканские культуры отличаются тоже очень расслабленным отношением ко времени и к опозданиям. Все эти нюансы могут стать аспектом социокультурного барьера, который повлияет на качество коммуникативного взаимодействия. Давайте посмотрим, как социокультурные барьеры обыгрываются в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот, например, потрясающая сцена допроса лейтенанта милиции царя Ивана Васильевича Грозного. Между героями происходит диалог довольно забавный, и оба персонажа используют глагол «брать», «квартиру Шпака вы брали», спрашивает милиционер, его вопрос продиктован его опытом профессиональным, его коммуникативными особенностями общения с уголовными элементами, и в среде уголовных элементов «брать квартиру» означает ограбить квартиру. Иван Васильевич совершенно не понимает этого вопроса. Он в целом воспринимает глагол «брать», но вкладывает в него абсолютно другой смысл. Он говорит, что Казань брал, Астрахань брал, перечисляя свои военные ратные победы. То есть абсолютно разная трактовка одного и того же глагола. Каждый из персонажей, находясь под влиянием своего внутреннего контекста, вступает в диалог совершенно не представляя себе, а как этот диалог выглядит глазами собеседника. В следующем примере мы также видим разницу внутреннего контекста и социокультурную разницу. Когда Жорж Милославский и Иван Васильевич Буншев благополучно возвращаются в свое родное время, то инженер Тимофеев даже с легкой ноткой зависти приветствует Жоржа Милославского, говорит о том, что нет цены таким наблюдениям увидеть древнюю Москву и предлагает Милославскому сесть за докторскую диссертацию, причем немедленно. На что Милославский, руководствуясь своим пониманием глагола «сесть», остроумно отвечает, что торопиться не нужно и сесть всегда можно успеть. То есть здесь также разный контекст внутренних коммуникантов, разное использование термина слова «сесть» и совершенно не совпадающие картины мира. То есть картина мира Вашейника Милославского и картина мира инженера Тимофеева абсолютно различны. И герои, участвуя в диалоге, обмениваясь репликами, на самом деле каждый говорит о своем. Ну и наконец еще один пример, хотя их там в фильме огромное количество, когда персонаж Ивана Васильевича Бунша управдом попадает в царские палаты и оказывается перед необходимостью срочно адаптироваться к новому контексту. А ведь сам персонаж Бунши, он такой немножко сдержанный, строгий бюрократ, использует канцелярит в своей речи, он достаточно трусоват, ему все эти приключения совершенно не нужны и он с большим трудом переживает вот эту резкую смену контекста и необходимость подстраиваться под абсолютно непривычные для себя условия. На фоне такого персонажа, конечно, супер адаптивно выглядит Джордж Милославский, который мгновенно придумывает выход из положения и облачает Ивана Васильевича Буншу в царские одежды, представляя его царем. Но Милославский не может сам один все время вытягивать ситуацию, он пытается всячески вовлечь, подключить Буншу и обращается к нему, а Бунша, находясь в своем контексте, никак не может перейти в контекст ситуации, никак не может помочь Милославскому. Это выглядит потрясающе комично, поскольку мы тоже наблюдаем вот это несовпадение контекстов, несовпадение картин мира, несовпадение языковых картин мира. Видим действие социокультурного барьера в такой гротесковой, но очень интересной форме. И в заключение мы можем с вами вспомнить еще один эпизод, когда персонаж Бунша здоровался с царицей, протягивая ей руку, «Здравствуйте, царь!» представляется он, тоже вызывает комичный эффект, абсолютное несовпадение языкового способа выражения приветствия, поскольку совершенно по-другому выстраивались этикетные правила в Москве в XVI веке. В заключение нашего сегодняшнего разговора давайте скажем несколько слов о преодолении коммуникативных барьеров. Существует ряд рекомендаций, и основная рекомендация, конечно, связана с необходимостью совершенствовать свою коммуникативную компетентность, развивать свои коммуникативные навыки, но это довольно общая рекомендация. Давайте все-таки несколько более конкретных принципов разберем. Принцип первый, конечно, необходимо совершенствовать представление о психологии людей, о культуре, тех, с кем вы общаетесь. Чем больше вы проникаете в эту культуру, чем лучше вы ее понимаете, тем больше шансов у вас попасть в нужный контекст, выстроить общение таким образом, чтобы вас понимали. Еще одним важным принципом является необходимость учитывать интересы и чувства приоритета получателя, пытаться понять, а в какой картине мира живет получатель, и адаптировать свое сообщение таким образом, чтобы быть понятным и понятым. Необходимо использовать разные средства доставки сообщения, разные каналы для того, чтобы сообщение точно дошло до своего получателя. И, наконец, ценность обратной связи подчеркивается в рекомендациях по преодолению барьеров. Получать ответную реакцию и корректировать свое коммуникативное поведение в соответствии с этой реакцией, быть чутким к ответной реакцией, это тоже очень важный принцип, способствующий преодолению коммуникативных барьеров. В заключение мне бы хотелось познакомить вас с литературой. Она представлена на слайде. Эти книги помогут вам немножко более глубокое представление о проблематике коммуникативных шумов, коммуникативных барьеров и коммуникативных помех получить и использовать эти знания для того, чтобы ваша коммуникация, ваши коммуникативные взаимодействия приносили вам удовлетворение и удовольствие. Я очень надеюсь, что эти книги сделают ваше представление о коммуникативных барьерах и коммуникативных шумах более полным и точным, помогут преодолеть эти коммуникативные сбои, помогут сделать ваши коммуникативные взаимодействия более успешными, более результативными, приносящими удовлетворение и удовольствие. Большое спасибо за внимание. Всего доброго!